Добрый вечер. Всем, кто будет смотреть это в записи. Здравствуйте, кто сейчас есть с нами. Всем, конечно же, здравствуйте. И сегодня мы говорим про аллергии, про их возникновение и про их лечение. Тема актуальная. Наверняка в вашем окружении есть люди, которые так или иначе жалуются на аллергию. Может быть, вы являетесь человеком, который испытал все прелести аллергии на себе. Но, тем не менее, я по своему личному опыту могу сказать, что в моем окружении есть люди, которые страдают от аллергии. Причем самые разные. У кого-то аллергия на амброзию. Это, наверное, характерно для нашего юга. У кого-то аллергия на все эти животные. У кого-то аллергия на какие-то пищевые продукты. Цветение липы, тополиный пух. А вот, да, весенние сезоны. Весенние, весенние, летние. То есть, там целая куча всего есть. И вот очень интересно, что, по большому счету, мы понимаем, что аллергия все-таки штука всесезонная. Потому что, если кто-то не попался на весенний, летний период... Нам подсказывают, подсказывают ВКонтакте, Татьяна, что есть еще холодовая. То есть, еще и зимняя тоже есть. Да, а есть еще аллергия. Это самая страшная женская аллергия на мех. Я тоже знаю таких. Очень полезные. Да, Мир, я с тобой не соглашусь. Да, конечно, Татьяна, да, холодовую, скажем... Кстати, на солнце тоже есть аллергия, да? Вот я вот сейчас... На солнце, да, на море, на шубу. Вы знаете, я не слышала про море. Если такие есть, отзовитесь. Очень-очень интересно. Вот, ну, собственно говоря, вот тоже, да, там, в вопрос Татьяны по поводу холодовой. Мы будем говорить, что делать с конкретными аллергенами, да? Но мы в том числе расскажем, что на самом деле нет большого значения на проаллергии, да? Собственно, непосредственно уже к процессу. На что они могут быть, да? Вот мы говорим о том, что, да, бывает очень много всех разных моментов. Здесь, на юге, это амброзия в первую очередь, да? На северах где-то это может быть действительно холод. Ну, хотя, там, не знаю, холод или что-то еще. Дело... Дело не совсем... Ну, сам по себе аллерген на самом деле имеет очень-очень маленький... Очень маленький, очень маленький, очень малое значение. Для возникновения аллергии важным является другое. Можно смело считать... Ну, давайте, с некоторым упрощением. С некоторым упрощением можно считать, что аллергия, это, ну, якорь, что ли, да? Якорение особого состояния на вот там что угодно. На что угодно выделяющиеся внешне гиль. То есть, точно так же, как в НЛП. Мы говорим о том, что вот у нас есть некоторое состояние, а вот есть некоторое там, ну, кто-то рукой макнул, да, там, или запах особый, вкус особый. И они заякорились. Просто здесь состояние. Здесь якорится особое состояние. То, что мы, наверное, уже упоминали в трансляции про манипуляции и боевой НЛП, то, что называется, там, и стрессовыми состояниями называются, но точнее, гораздо точнее, они называются состояние выученной беспомощности. Вот, и в связи с этим давайте мы еще раз обратим внимание. Это очень важно. Мы сейчас говорим о приобретенной аллергии. Когда происходит связка некого триггера, ягод, который сохранится, ягод, и определенного состояния. Это приобретенная аллергия. Конечно же, если аллергия врожденная, если она... Сразу скажем о том, что если человек, если там с самого детства, если это какие-то такие вот четкие медицинские, на лекарства, на какие-то такие препараты, то, что доктора спрашивают аллергии на обуболивающие, то есть это те аллергии, по которым... По которым... Там, во-первых, врачи точно знают, что это вот оно. И там вот ее точно не перепутаешь ни с чем, потому что там по этому поводу человек очень легко может умереть. И про эти аллергии там все знают. А вот если, например, особенно в случае, когда вот не было, не было, не было, фигакс, она появилась, аллергия, да? Это прям вообще вот очень понятный, да? Случаи, когда аллергия на что-то, что совершенно точно не является, не может там практически, практически не может являться чем-то таким вот как бы аллергическим. Вот Зинаида задает вопрос по поводу аллергии на гель-лак, да? И здесь вопрос, да? С одной стороны, мы понимаем, что это химический препарат, и на что аллергия? На препарат, когда он нанесен на ногти или на запах, да? Это вот тоже разные моменты. Скорее всего, она приобретенная, да? Но если в самом гель-лаке есть какие-то элементы, на которые есть врожденная аллергия, но опять же, люди, скорее всего, знали, что у вас есть на какой-то элемент аллергия, да? Вот вы с ней родились. Это вот реальность. В любом случае, да, в любом случае. Тогда мы, конечно, говорим, что мы не можем с этим работать. Эта вот данность, она вот такова. Но если ничего такого нет, то да, скорее всего, гель-лак просто является триггером, на запуск, на включение аллергической реакции. Тогда, конечно же, мы можем с этим работать. В любом случае, конечно, при лечении аллергии, перед этим процессом все равно надо бы к докторам сходить, уточнить, проверить, да, чтобы вот действительно мы исключить некоторые возможности. Да, мы категорически против всякого самолечения, да? Ну, просто в силу того, что когда мы говорим о здоровье, нужно действительно к этому серьезно отнестись. И эффект лечения будет выше, если мы исключим медицинскую сторону вопроса, да, вот ту самую врожденную реакцию. Тогда мы спокойно работаем. Вот. Поэтому тоже будьте внимательны к себе, к своему здоровью. Ну что, и теперь вот те самые, те самые состояния. Собственно, о чем идет речь, да? Состояние выученной беспомощности. Я расскажу историю одну. Семья, это история, история одного из моих клиентов. Они с семьей переехали сюда на юг, конкретно в Ростов. Я не помню, откуда точно они переехали, откуда там средняя полоса России, то ли там чуть ли не начальная семья, это не важно. Но, приехав сюда, они попали, они попали в очень тяжелую ситуацию. То есть, они переехали с маленьким ребенком. Там у него были проблемы с поиском работы, неустроенность быта на съемных квартирах. Долгое время эта ситуация тянулась, и он попал в ситуацию, он попал в то самое стрессовое состояние, в состояние беспомощности. Оно чисто мозговое, в большей степени. Но когда мы понимаем, что вот есть проблема, мы в ней находимся, когда мы понимаем, ну или каким-то образом себе говорим о том, что мы не видим решения этой проблемы, мы отчаялись там в каком-то месте ее, что она сама что-то изменится. То есть, возникает вот эта безнадежность, беспомощность, безысходность, те самые три компоненты. Они субъективны в большой степени. Но если вдруг это есть, там, опять же, можно метафору да сказать, она вряд ли очень правильная, но она как бы такая хорошо объясняет. Есть у нас там несколько слоев сознания, несколько мозгов, такие тоже метафоры используются. Вот есть неокортекс, это самый молодой мозг, которым мы думаем, ну, чаще всего думаем, что мы думаем, да? Фактически наше сознание. Сознание, да, рассуточная деятельность. Там чуть глубже находится репой. Лимбическая система, эмоциональная. Да, та, которая отвечает за мотивационно-эмоциональную сферу нашему. То есть, когда происходит какая-то фигня, лимбическая система, эту самую фигню оценивает как фигню, включает нам соответствующие, там, впрыскивается, там, как-то золо, еще такие гормоны, да? Включаются соответствующие эмоции, включается эмоциональный фон, там, может быть, страх, может быть, печаль, может быть, тревога, может быть, еще что-то. Ну, там, по ходу дела. Ну, и наш мозг, естественно, мы начинаем думать, так, что делать, что делать, куда бежать, как мы можем это все исправить. Если наш неокортекс справляется с этим, ну, все нормально, мы тогда побеждаем ситуацию, и, как бы, эмоционально уходит, все, ситуация разрешилась. Если неокортекс не справляется, мы тогда, эээ, что делать, я не знаю, что делать. А олимпическая система тоже не знает, она тем более не знает, что делать. Ее задача просто наращивать нам, ну, типа, включили нам страх, а человек, типа, не шевелится, да? Ну, там, с точки зрения олимпической системы, там, недостаточно мотивирован сотрудник, да? Надо ему еще там накрутить. Вот. И накручивает. Это ее задача, да? Накрутить нам страх до тех пор, чтобы мы не начали шевелиться. Там, ну, или печаль, или там что-то еще. Но результатом появляется системная ситуация, что мы, мы не знаем, что делать, нам плохо, нам плохо от того, что нам плохо, нам плохо от того, что мы не знаем, нам тоже плохо, да? И вообще все плохо. В общем, все плохо. То есть, такой глобальный стресс, безвыходный, конкретно безвыходный стресс, когда в дело вступает еще более глубинные структуры, то, что называется рептильным мозгом, который отвечает непосредственно за биологию, за конкретное выживание. С его точки зрения, опять же, мы метафорически говорим, с точки зрения этого мозга, ну, типа, там, нас не едят, ну, напрямую, да? Непосредственно, там, границы тела, там, не нарушены. То есть, непосредственно, там, все вот эти выживальческие механизмы, там, еда в желудке, там, еще есть, да? То есть, все нормально. Почему нам плохо? То есть, почему у нас вот это вот угнетенное состояние? То есть, формально придраться не к чему, да? Нет причин для такого угнетенного состояния. Ладно бы нам крокодил руку откусил, да? Было бы понятно, было бы хотя бы объяснено, почему нам плохо на протяжении долго времени. Нет же? Поэтому возникает логическое объяснение. Ну, как это сейчас, опять, это метафора. Это понятно, там, не так думается все. Но возникает объяснение. Наверное, мы отравились. Наверное, какой-то злой яд. Наверное, мы попали, там, в не вот эту какую-то непонятную ситуацию, внешнюю. И тогда, ну, условно, мозг, да, опять же, это метафора, она понятная. Он как бы высовывается, такой смотрит, да, наружу. Типа, что не так? То есть, чего мы видим, чего в мире появилось, чего раньше не было? То есть, мне же раньше не было так плохо, а сейчас мне так плохо. А чего еще в мире нового появилось? О, пожалуйста. Вот у того человека, у того моего клиента, как раз вот на фоне вот этого стресса в мире появилось цветение амброзии. Цветение амброзии, с которой он не сталкивался. Он впервые приехал сюда и впервые столкнулся с этим замечательным растением, которое, кстати говоря, характеризуется тем, что в пыльце амброзии содержится какое-то вещество, которое слегка раздражает слизистую. Но когда его много, когда ты к этому не привык, все, с точки зрения вот того самого там рептильного мозга, найден виновник. Это вот это слово, которое сейчас в воздухе, я ею, дышу, она там мне все раздражает, мне походу от этого плохо. Кажется, это яд. Что надо делать? Все понятно. Иммунный ответ. Иммунный ответ какой? Надо срочно побольше соплей, чтобы там текли слезы из глаз, надо чихание, кашление, чтобы это все выкидывать. Да, совершенно верно. Именно это умно и хочется. В адекватном формате вот эти ощущения, которые вызывают раздражение, там, слизистая раздражение на ковре, если прикасаются к нему человеку, микропылинки, да, когда у человека аллергия, там, на цветение, да, или на пыль, они на шире животных, оно находится за пределами осознанного восприятия, да, это подпороговые ощущения, они есть. Как правило, если человек спокоен, все у него в порядке, они даже никак не фиксируются, они никак не регистрируются, они есть, и человек в этом просто живет. Но когда человек находится в угнетенном состоянии, когда нет выхода, когда не знаешь, что является причиной, порог чувствительности меняется, тогда мозг начинает сканировать все происходящее вокруг на гораздо более глубоком уровне, и тогда все вот эти микро-микро частицы, элементы становятся значимыми. И включается на них реакция, чтобы это удалить из тела, удалить от тела. Поэтому первое, первое, что нужно сделать при лечении аллергии, это, ну, примерно вспомнить ситуацию возникновения аллергии, то есть когда это все началось. там плюс-минус, да, повспоминать примерно в это время, где были вот те самые стрессовые факторы, стрессовые ситуации. Это первое, что нужно сделать. И, собственно, да, их переработать. Вспомнить, найти, как, почему, как бы сейчас вы там поступили, да, какие новые ресурсы есть. То есть фактически переработать вот этот вот там фрагмирующий опыт, да. В NLP для этого мы в деталях, наверное, не будем, но там скажем, да. Во-первых, можно использовать технику кинотеатров, ВКД, лечения хобий. Это все она, да, все одно название. Мы про нее говорили, когда мы писали, записи сделали про страси. Можно там ее посмотреть. Вот. Можно ее использовать. Это, в принципе, уже хорошо. Вот. Можно использовать техники, техники типа, типа ремпринтинга, либо же даже там взмаха из управления состоянием. То есть тоже про управление состоянием мы тоже говорили в одном из наших выпусков. Про ремпринтинг, правда, не говорили, возможно, возможно уже скоро. Да, зачастую ситуация, которая допускает вот это цельное состояние, она для человека с некоторой точки зрения глобально, да, то есть это возможно какое-то одно событие, но оно очень-очень серьезное и с точки зрения ее разрешения невозможно это человеку. Либо это может быть в целом складывается ситуация жизненная, да, и здесь никак, и здесь никак, и на работе беда, и в личной жизни там и складывается, и вот с собой никак не договоришься, да, поэтому на работа с аллергиями она все-таки комплексная, да, то есть там одной техникой зачастую не обойдешься, не обойдешься, то есть там возможно рассмотрение с разных позиций, проработка разных элементов, которые входят в эту систему. Вот, и тут как раз вопрос, хороший вопрос по этой теме, а если у детей аллергия, тоже психоэмоциональная состоятельность? Вот наш замечательный друг и коллега, Янчиков, занимающийся аллергиями очень плотно, очень глубоко, фактически там некоторые его, ну, здесь мы пересказываем, да, его идеи, вот, он про детей говорит следующее, если аллергия, у ребенка до трех лет надо лечить маму, вот всех вот этих вот стрессовых факторов. Вот, если у ребенка аллергия до восьми лет, у ребенка до восьми лет появилась аллергия, надо лечить всю семью, ну, то есть там мама, папа, бабушка, то есть ближайшее окружение, потому что, ну, то есть там очень простой такой момент, да, если, например, ребенок развивается, растет в семье слегка тревожный, то есть мама тревожная, бабушка тревожная, в том числе тревожится за аллергии, в том числе, как бы так вот, не знаю, есть у меня такой пример, да, он абстрактный, ну, как абстрактный, он совершенно точно реальный, просто он не про кого-то конкретного человека, когда, когда, например, там бабушка ребенку готовит супчик, вот, и старается из супчика исключить все, все там красное, яркое, потому что там это могут быть аллергенные штуки, а с другой стороны морковочку уже надо, потому что это же витаминчики, вот, бабушка сама находится вот в этом вот рановатом состоянии, там, полу, полу-выученной, полу-беспомощности, потому что как бы так накормить ребенка, чтобы не кормить ребенка морковкой, да, как бы так вот, морковка, чтобы не морковка, то есть это нормальный такой, что запхриногенный паттерн, когда ее надо, потому что витаминчики, но это аллергия, да, и как бы это вот, без нее, да, нет, конечно, аллергии, но без витаминов тоже плохо, и вот ребенок, и вот ребенок, значит, которого кормят этим самым супчиком, то есть такой там супчик, то есть он весь такой вываренный, да, весь такой, как правило, не яркий, то есть такой серенький, серенький супчик, это морковка, и значит, это бабушка ложечку берет, да, вот это, и она старается эту морковку так заныкать там внутри суха, да, чтобы, и покормить, и не видно было ее, и вот в такой вот ужасе, таком люденьком, да, привыкнутый, и ребенок тоже там, а ребенок, они же, дети же эмпатичные, особенно в ранних возрастах, они исчитывают хорошо эмоции, когда там кушаешь со страхом, ложечку подвигаешь со страхом, да, когда внутри вот этого вот, там, тревожности ребенка, что случилось, нет, почему, почему сейчас плохо, да, там еще не работает этот, как он называется, мозг, нет, 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 нету ребенка критичности, нету ребенка, вот этот самый, там, внешнее сознание, да, оно еще не сильно развито, он не может еще придумать ничего, работает вот та самая лимфическая система, которая там, ну, в том числе, мы же должны в своем, своему, то своей семье там включаться, все, и начинается, ну, блин, мне плохо, вот я маленький ребенок, мне плохо, почему мне плохо, я как красная морковка, да, ну, то есть, все, все серенькое, и вот это красная морковка, там, какая-нибудь адская предновогодняя суета, когда все на взводе, да, когда еще что-то, и тут появляется мандаринка, ну, это, конечно, не южная тема, на юге мандаринка появляется сильно раньше, да, это сейчас, сейчас, ну, опять же, я помню по своему детству, да, мандаринки, апельсинки появлялись, вот, строго перед Новым годом, ну, в том числе, там, самый, самый кипиш, там, и холода, там, и, прям, всякая разная суета, там, и напряги, у ребенка в школе четверть заканчивается, ну, в общем, там, много чего веселого происходит, а тут мандаринка. Закончишь четверть подарок не получишь, Дед Морозный придет. Апельсин, 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 который, ну, он, 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 как бы, очень сильно по цвету выделяется из всего, например, что было в моем детстве в Казахстане зимой, да, там, по вкусу, когда ты его чистишь, вот этот вот, из него там вылетает, аж прям вот этот вот сок, да, его там, запах синий, да, конечно, это, это, это те самые факторы внешние, которые сильно выделяются, и если есть стресс, и есть что-то, что, что во внешнем мире сильно выделяется из привычного, оно имеет все шансы ставить, стать аллергеном. Ну, а дальше уже вопрос, если мы это видим, то там могут включаться, если это за вкус и запахи, то шансы повышаются. Там, опять же, был случай, был случай, вот по поводу, по поводу, в том числе детей, да, когда клиент ко мне обратилась, ей уже было так хорошо за 30, но аллергия с детства была, то есть, там, там, с двухлетнего, по-моему, возраст, вот, соответственно, у нее развивалась, развивалась, накапливалась, там, вплоть до того, что если она просто одежду яркую одевает, у нее начинается на кожу зуб, то есть, это уже вообще, понятно, это дело, что это в чистом виде приобретенные, в чистом виде психосоматика. Да, действительно, вот это первое, психосоматика, это то, что отражает, фактически, структуру приобретенной аллергии, просто дело в том, что аллергия, это связь с нашими, да, то есть, это отключение иммунитета, на гораздо более глубоком уровне, нежели когда там, не хочу работать, ой, что-то голова заболела, да, но по структуре, это действительно то же самое, вот, но бывают же еще ситуации, когда, да, понятно, вот есть состояние беспомощности, да, есть стресс, да, появился некий объект, выделяющийся, и произошла вот эта связка, но, например, амброзия цвела, все прошло, у человека стабилизировалась жизнь, все спокойно, он дальше живет, существует, у него все в порядке, но на следующий год, амброзия цвела снова, и появляются признаки аллергии, но он-то вроде бы спокоен, у него в жизни все в порядке, что же в этом случае происходит, почему включается снова, вот эта самая энергетическая реакция? А все, это уже, это уже якорь, это уже иммунная система, она уже привыкла реагировать, на самую амброзию, как на аллерген, как на ядовитое неправильное вещество. Вот, в этом месте есть, на самом деле, два, ну, это как раз второй шаг, наверное, лечения, аллергии, два подхода, два элемента, два чего можно сделать. Мы, опять же, в трансляции, там, про работу с внутренними демонами, мы рассказывали про шестишаговый рефреймент, и вот здесь его можно использовать, вот, но, правда, его нужно использовать с, с таким серьезным элементом трансовой работы, о которой мы тоже рассказывали, трансляции, ну, да, чтобы понять трансляцию про работу с аллергиями, нужно посмотреть предыдущие наши трансляции. Вот, второй вариант, второй вариант из, из такого, из старого, из старого классического МЛП, из разработок Роберта Дилтса, когда мы можем поменять, поменять восприятие аллергена, и это тоже прекрасно работает, вот, кто, кто Нил, кто в теме, запишите, называется техника взмар, там запишите, или запомнили. Смысл, смысл ее в чем? Если мы знаем аллерген, ну, там, давайте, предположим, предположим, что аллергеном является шерсть животных, вот, вот, обратилась, значит, девушка, например, с аллергеной шерсть, вот, спрашиваем мы ее, да, хорошо, ну, окей, ладно, то есть, есть такое, а скажите, пожалуйста, а вот на шубу, есть ли у вас аллергия? Ой, пока нет. Она говорит, нет, 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 у меня как бы две шубы, сейчас, третье будет, все нормально, нет, никакой аллергии на шубу, все классно, хорошо говорим мы, а давайте так, и дальше начинается работа, вот, на самом субмодальности, говорим мы, вы когда шубу встряхиваете, ну, там, после зимы, или там, просто как-то, ну, с ней же все равно, наверное, летят же тоже ворсинки, вот эти, а летят, конечно, а тем не менее, когда вот так, например, с шубой происходит, как вы это воспринимаете? Ну, дальше, внутренний образ субмодальности, вот это все, хорошо говорим мы, а когда, например, кошка, что-то такое делать рядом с вами, да, проходит или шевелится, чешется, как вы это воспринимаете? Это другая картинка, все, дальше, ресурсную картинку, делаем большой, сворачиваем, помещаем в нересурсную, передвигаем, она, ну, заменяется очень быстро, техника взмаха, ее так, наверное, это проще, про нее сказать, чтобы ее прочитать, да, на самом деле, заменить, тополиный пух, аллергия на тополиный пух, хорошо, на что похож тополиный пух, но что не вызывает аллергии? Снег, аллергия на снег, на что похож снег? Тополиный пух, там, аллергия на пыль, на какую пыль, а на какую, например, нет, аллергия на цветение, вот это, но нет на цветение, вот этого, аллергия на, там, запах такой, есть, похожий, но вот такой, да, находим, находим и подменяем, В этом такие прикольные могут быть моменты, потому что когда однажды я заменил человеку в работе с аллергией по такой схеме тополиный пух именно на снежинке, у него немножко сменилось восприятие мира вообще, потому что тополиный пух он как бы жара июнь, а снежинки это как бы холод-январь. В некоторых случаях вы можете подходить творчески, тополиный пух, может быть и вата, с какой-то точки зрения, раскушенная вата, если на нее нет аллергии, прекрасно, шерсть животных, для животных это тоже некий аналог волос, на волосы нет аллергии. В общем, здесь игры разума, что называется, а вот находите какие-то такие варианты, которые будут приемлемы по структуре, да, а человек к ним будет нормально, спокойно отлично. Вот, ну что, это второй шаг, да, немножечко напомню, на первый шаг, это такие победители, те самые стрессы, стрессы, от которых возникает аллергия. Да, и которые в памяти еще живут. Второй, а, какой момент, кстати говоря, тоже, диагностические, диагностические калибровочные моменты. Если аллерген у человека один, то есть, если аллерген у человека один, и количество аллергенов не растет, это значит, что, скорее всего, человек стресс, ну, победил, и ему теперь нужно его только в памяти победить. То есть, если количество аллергенов у человека растет, и аллергия усиливается, то есть, есть динамика, там, отрицательная, это значит, что человек стресс не победил. Он сейчас прямо в нем находится, можете смело просто спрашивать, что у него сейчас в жизни происходит. Вот, если количество аллергенов растет, это значит, что этот самый стресс тоже, он находится, потому что он с точки зрения вот того самого, там, рептильного мозга, да, там, я вылез, увидел. Запах запретил этот запах. Должно стать лучше, да, например, не встает, да, то есть, там, через день, через два, там, продолжается, нам все равно плохо. Вылазим, что еще? Еще запах, еще вкус. То есть, начинается количество, расти количество, количество аллергенов, это диагностический момент. Вот, ну, в любом случае, да, со стрессами надо, например, бороться. Раз. Второе. Те аллергены, которые уже есть. Заменять их, да, либо, там, путем трансовой дружбы с подсознанием, да, выключать на них реакцию, то есть, трансформировать. Есть, там, тоже, ну, когда мы это делаем, да, вживую, в работе, да, в работе с клиентами, там, как правило, начинается такое трансовое общение с вот этой самой, там, внутренней системой. Включаются договоренности о поэтапном снижении иммунного ответа, включая такие забавные метафоры. Ну, это, ну, это обязательно надо сказать. Как правило, спрашиваем у человека, ну, вот, когда у вас аллергия есть, да, вот, когда у вас прям самый сезон аллергии. Вы, если, например, не будете принимать какие-то лекарства по ее поводу, то вы по шкале, там, от 1 до 10, ну, какой балл поставите, там, всем этим аллергическим проявлением. Человек говорит, ну, если, если я, там, не буду принимать эти антидистаминные, тогда, там, 9, например, ну, это, говорит, это мне вообще просто, там, короче, капец. Ну, как хорошо, а если будешь принимать, то есть, если, вот, ты принимаешь, вот, эти, вот, свои, там, таблетки, ну, тогда, говорит, человек 4. Дальше, простая логика. Мы, фактически, задаем такой вопрос, да, и такую мысль, там, закидываем. Вот, вот, сейчас, да, сейчас тебя, твое, там, подсознание защищает на 9 из 10, да, а ты с помощью таблеток откатываешь это на 4 из 10. То есть, реальная ситуация какова? Ты защищен на 4 из 10, на 40%. Правильно? Спрашиваем. Логично, правильно, так и делись. То есть, если, например, с завтрашнего дня тебя, твой организм будет защищать на 40%, а ты не будешь пить таблетки, ничего вообще не поменяется в твоей жизни, в твоей защищенности. Правильно? Правильно, так давай проверим. Ну, все, это, это первый шаг, он вообще, он, как правило, легко дается. Все, и, там, бум, а людей снижается резко, человек не пьет таблетки. И, главное, здесь, там, дружба с подсознанием. Ну, а дальше начинается уже постепенно-постепенно проверка снижения. Вот, и здесь важно, да, то есть, подружиться с подсознанием и начать вот это вот поэтапное снижение, это достаточно легко. Но если стресс остался, если стресс не проработает, вернется, будет откат, будет снижение и откат, снижение и откат. Это важный момент, тоже диагностически важный момент. Ну, что, и третий, да? Есть еще же важная часть, во всем. А можно, говорит клиент, мне оставить немножечко аллергии, вот столечко, можно мне оставить? Логичный вопрос, это, хрена, ну, зачем теперь это нужно? Логичный вопрос терапевта, да? Ну, это тоже из наших реальных клиентских работ, да, клиент говорит, а вот, как бы, да, все классно, но вот чуть-чуть еще проявляется, говорит, ну, давай, давай доработаем. Проблема, легко же, уже все же сделано. Нет, я могу с работы уйти, у меня есть официальная причина не задерживаться на работе, да, или наоборот уйти и не ехать. Если у тебя аллергия, если у тебя аллергия, это хреновый, но, тем не менее, дополнительный отпуск, да, в который, там, с тебя, там, взятки гладкие, да, там, поменьше с тебя требуют. А если, например, этот отпуск предполагает проведение его на водах, да, на морях, в горах. Если, например, тебе прям надо ездить на моря, потому что, там, ну, потому что, там, у тебя аллергия, а воздух морской целебный, то без аллергии, типа, там, чего на это море ездить, да, лучше, там, забор покрасим или еще что-то. То есть, начинаются такие вещи, то есть, если человек не умеет отдыхать, да, если не может себе позволить, там, отдыхать, или, может быть, даже его, там, близкие не могут. Это тоже, тоже реальный случай, да, там, человек, ну, аллергия сильная, там, до психосоматики, до экземы на руках, соответственно, человек дома не моет посуду, не моет пол, об этом всем заботятся его близкие. Если аллергия прекратится, ну, ты, опять, чуть-чуть, посуду, ну, что-то. Ну, да. Да вот еще, да? Не прикольно. Ну, но здесь, здесь опять же, вот, эти, эти части, работа со вторичными выгодами, тоже мы можем говорить про, вот, тот самый, шаговый рефрейминг, про те самые трансформации привычек, находить, находить новые. Это вторичные выгоды. То есть, если человек с аллергией жил достаточно долгое время, она обрастает, она по-любому обрастает вторичными выгодами, вот, и их нужно тоже рассматривать и менять. Рассматривать, трансформировать, находить новые брия. Да. И хочешь мыть посуду, купи посуду. Таким образом, чтобы у человека жизнь без аллергии все равно сохраняла бы те самые выгоды, да, чтобы жизнь без аллергии была для него еще более комфортна, потому что плюс без аллергии. А у меня, кстати, возник очень интересный вопрос. Ну, вначале упомянули аллергию на шубы. А какие могут быть вторичные выгоды не расставаться с этой аллергией? Мысли есть? Пишите. Почему можно сохранять эту аллергию? Чего хорошего в том, чтобы была аллергия на шубы. Там, я понимаю, те, кто дарят шубы, они могут радоваться, там у них прямая вторичная выгода, вот. А у носителей такой аллергии? В общем, надо подумать. Ну, здесь тоже, здесь, вот, если, если первый и второй этап лечения аллергии, он на самом деле, ну, не то чтобы там универсальный для всех, да, ну, и зрядная доля там есть в этой самой универсальности, то третий этап, он в чистом виде сам человек, то есть там уже просто можно начинать натурально с вопроса, с вопроса на тему, там, чем для тебя полезно, да, что ухудшится, если у тебя не будет аллергии, да, если из твоей жизни исчезнет эта самая аллергия, что станет хуже, чем тебе это, там, не поможет. То есть, и очень часто, действительно, то есть, когда с подростками, когда я работал, там аллергия была клевой отмазкой, там, от многих разных вещей, вот. И если там будет другая какая-то отмазка, да, или будет коррекция, или там, там может быть очень сложно аллергия, чтобы не ходить в школу, но это не по поводу всей школы, это по поводу одного предмета, и этот предмет, там, ну, дается плохо, например, здесь вообще, давайте мы какую-то стратегию придумаем, да, чтобы этот предмет лучше учить, там, это может быть даже прямо уже вообще, там, никак не связано с аллергией, это чисто, чистый NLP, там, как в этом, в этом, в когнитивном улучшении себя, да, там, есть замечательная книга «Исправление школьного конвейера», авторство, Майпа, Майпа, Бриндера, да, Майпа, Бриндера, вот. То есть, вот такая длинная, может быть, цепочка, да, там, не получается русский, потому что там склад ума, там, что-то, может быть, не тот, надо скорректировать, да, но он долго не получается, и начинается ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, и вплоть до того, что, а тут, а тут заодно аллергия, да, можно в школу не ходить, очень удобно. Да, то есть, в какой-то момент аллергия является очень простым, вот, при всей своей неприятности является очень простым решением большого количества возможных проблем или отмазкой от того, чтобы делать большое количество дел, которые делать не хочется, да, проблем, которые решать не хочется. Вот, поэтому, вот, с этой третьей частью иногда нужно поработать, там, погульцы серьезные, да, системные, да, потому что это очень важно, да, это является залогом успешной работы в целом. Да, ну, конечно же, заинтересованность самого человека. Вот, вот, пожалуй, вот, пожалуй, и все. Что мы хотели, мы по этому поводу все рассказали, на технике сослались, методику общих чертах дали, ну, потому что общих, потому что там, не так все, наверное, все, все равно есть детали, которые надо еще там. Да, абсолютно, да, очень много, но для того, чтобы вы понимали, каким образом аллергия, приобретение аллергии приобретается, каким образом происходит связка вот эта аллергена с состоянием, и каким образом можно решать эту проблему, да, ну, мне кажется, этой информации достаточно. Если есть интерес заниматься этим глубже, конечно же, там есть специальные там тренинги, курсы, и это серьезная работа, обучение, ну, если вам нужно для личной проработки, да, то это индивидуальная работа, конечно. Вот, но тем не менее, все это говорит о том, что аллергия лечится, приобретенная аллергия лечится. И по сравнению с тем объемом финансов, которые уходят на лекарства, несколько встреч, это вот, там, не будет земля, да, это прям инвестиция такая мощная, вот, поэтому, конечно же, наши медики не очень заинтересованы в быстром избавлении от аллергических реакций. Возможно, они сами не в курсе того, каким образом с этим можно работать. Ну, скорее, 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 наверное, не в курсе, потому что не их тема. Мы все-таки програгандируем идею того, что с этим не только можно работать, но и не. Ну, обязательно мы напоминаем, да, как всегда, когда мы касаемся сложных тем, мы, конечно, напоминаем, что мы не будем вслед за специалистами другими отрицать специалистов других, мы говорим о том, что, мы говорим о том, что, если это касается, в том числе, медицины, значит, в том числе, параллельно, медицинский процесс надо просто проверить, какая это аллергия, да, там, 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 там. То же самое лечение психосоматики, если там случай уже суровый и запущенный, и нужны уже таблетки, то коррекция лечения обязательно, любая психология идет только тогда на фоне лекарств нормальных отрицинских. Мы, в этом смысле, люди крайне адекватны. Ну что ж. Ну что ж, мы будем рады вашим вопросам, если они у вас возникли, но мы не успеваем ответить на них здесь. Пишите в комментариях под видео, мы обязательно прочитаем, и обязательно либо сделаем дополнительный эфир, либо ответим вам там же в комментариях. Вот, обязательно этот эфир будет сохранен, и он будет доступен на нашем канале института МЛП, в записи, в свободных проспектах. Там же сейчас находятся наши предыдущие эфиры, вы можете посмотреть. Подписывайтесь на наш канал, мы будем рады. Пишите нам, пишите нам в социальных сетях. Да, и до следующих встреч прямо на встрече. До новых встреч в эфире МЛП и ТВ. ТВ, самое полезное ТВ в мире. Все, всего доброго. Спасибо.